Девушки отдыхают Всем пациентам 9-й больницы надели браслеты, а врачам выдали планшеты. Зачем? Расскажем в выпуске. Конечно, здесь нравится мне, потому что здесь условия хорошие. Книги, шахматы и пятиразовое питание. Как живут в частном легализованном пансионате для престарелых и сколько их в Челябинской области, расскажу я, Владислав Чухров. Эфир телеканала ОТВ продолжает время новостей. В студии Маргарита Хижняк. Здравствуйте. Ушла целая эпоха нестала бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Ему было 83 года. Он скончался в одной из клиник Мюнхена после операции на сердце. Не вышел из состояния наркоза. Многим Юрий Лужков запомнится не только по примечательному головному убору мягкой кепки, но и по таким объектам в Москве, как МКАД и Третье кольцо. Храм Христоспасителя, Манежная площадь, дом музыки на Красных холмах, монорельсовая дорога. Наследил Юрий Лужков и в Челябинске. В распоряжении нашей редакции есть уникальные кадры. В 2004-м Юрий Лужков прогулялся по Челябинскому Арбату, улице Кирова. В столице Южного Урала проходил съезд мэров городов. Его давний друг, тогда мэр Челябинска Владислав Тарасов, пригласил Юрия Лужкова на прогулку. Свой путь делегация начала от городских ворот. Их сопровождала огромная света охраны, чиновников и прессы. Проходя мимо скульптуры нищего, Лужков остановился и бросил мелочь в кепку бродяге. А также потер лысину на удачу. Юрий Лужков успел наследить и у нулевой версты. Там есть отпечаток его подошвы. Когда Лужков его увидел, очень удивился. Бронзовый оттиск с именем и фамилией уже больше 10 лет впечатан в брусчатку Кировки. Если верить слепку, размер ноги у Юрия Михайловича 42-й. Отмечу, что именно Юрий Лужков вдохновил Вячеслава Тарасова на создание пешеходной улицы в Челябинске по аналогии с Арбатом в Москве. Санкции нас не касаются. Решение ВАД о запрете на проведение в России чемпионатов мира на планы Челябинской области не повлияет. Все международные соревнования пройдут согласно планам. Об этом нам рассказал по телефону вице-губернатор Вадим Евдокимов. В планах у Челябинской области на 2020 год проведение этапа Кубка мира по фристайлу, дисциплининский кросс и проведение этапа Кубка мира по сноуборду в дисциплинах параллельный слалом и параллельный слалом гигант. Но это не чемпионаты мира, это этапы Кубка мира. В том числе в 2020 году мы будем проводить чемпионаты России по фигурному катанию. Кроме того, в июне 2020 в Челябинске пройдут спортивные игры БРИКС. В них примут участие атлеты из пяти стран. Международный олимпийский комитет к этим соревнованиям не имеет никакого отношения. Что касается наших спортсменов, то по каждому из них вопрос об участии в Олимпиаде будет решаться в индивидуальном порядке. Шансы побороться за медали на Олимпиаде 2020 в Токио есть у 17 южноуральцев. Они должны будут пройти тест на допинг и доказать свою чистоту. Алексей Текслер заявил, что полон сил и энергии работать на благо Челябинской области и не считает себя старым. Реплика прозвучала на встрече с активной молодежью в формате ток-шоу вечернего Урганта в ответ на шутку о рассыпанном на сцене песке. То есть вы меня уже в старики записали? Нет, но если вы про песок на сцене, то это не от меня. Может, просто министр Кузнецов проходил? После шутки губернатор перешел к серьезному разговору о постоянном стремлении к саморазвитию и созданию условий для получения своевременного и современного образования. Нам нужно сделать все, чтобы молодежи здесь хотелось жить. ВИЧ, конечно, идет и о социальной сфере, и о том, что мы видим вокруг на улице наших городов. Это крайне важно. Вот, собственно, всем этим нужно заниматься. Я, конечно, рассчитываю на ребят, что они в итоге принесут пользу нашему региону. Я, в свою очередь, сделаю все, чтобы наш регион развивался. Ну, а затем наградил лучших молодых активистов области. 53 южноуральца стали лауреатами специальной премии. Каждый получил по 28 тысяч рублей. Одна из победительниц – выпускница Института культуры Валерия Старостина. Девушка в своем проекте организовала музыкальный фестиваль для малышей из детских домов. Фестиваль нетрадиционных музыкальных инструментов «Фортиссимо». Мы ездили к деткам, делали сами инструменты, там, из труб, из дерева, учили детей играть на них. И потом вместе с ними сделали концерт, где они выступили с музыкальной группой. Лауреаты премии – молодые люди от 14 до 30 лет, которые создают проекты, организовывают творческие и спортивные фестивали, участвуют в волонтерских движениях. Ледовый городок в Челябинске проинспектировал Дед Мороз. Актер нового художественного театра в образе сказочного волшебника прошел по главной новогодней стройке города. Пообщался с рабочими, оценил елку, ледяные фигуры и вынес свой вердикт. Он опять будет самый лучший во всей России. И даже во всем мире, это точно. А как ты так понял, дедушка? А потому что я его волшебным посохом уже заколдовал. Несмотря на заклинания, работы скульпторам не убавилось. Им предстоит сделать 20 ледяных фигур. На каждую уходит по 8 часов. Две из них – Маша и Медведь, и Петя Петушок – готовы. Для остальных пока устанавливают фундамент и укрепляют его холодной водой. Ребята рабочие делают постамент, потом краном ставится фигура, укрепляется, хорошо, чтобы она не упала. Но все же техника безопасности везде может отломиться. Ну и дети же все-таки. В этом году тематика городка – книжный мир и сказочные персонажи. Самая большая скульптура, почти 6 метров в высоту – Снежная королева. Сидеть она будет на троне, причем забраться туда сможет любой желающий. Рядом с ней расположится русалочка, маугли и бременские музыканты. Не обошлось и без главной злодейки. Баба-яга появится возле своей избушки на курьих ножках. На площади построят три горки – большую, маленькую и двускатную. Их сделают в виде ледяной крепости. Рядом с ними поставят дом Деда Мороза. Все украсят праздничной иллюминацией. Откроется ледовый городок 25 декабря. Под самый корешок за месяц лесничие изъяли у черных лесоробов почти 300 незаконно срубленных елей. Уже месяц в лесах орудуют охотники за новогодними деревьями. Их пытаются поймать лесничие. Сегодня они устроили ловушку нарушителям. В операции поучаствовал и наш корреспондент Егор Хвисек. Сотрудники аргояжского лесничества занимают пост возле еловых лесопосадок. Несколько часов наблюдения дают результат. Из-за поворота показывается машина. На крыше елка. Как выясняется в ходе разговора с браконьером – срубленная незаконно. Хотя сам нарушитель об этом, кажется, и не подозревает. Говорит, просто хотел порадовать родных красивой елью. Но незнание, как известно, не освобождает от ответственности. Теперь мужчине грозит штраф. С нарушением лесного законодательства сталкивались или впервые? Не, впервые. Административный штраф по статье 8.28, ч. 1 грозит от 4 до 5 тысяч рублей на физическое лицо. В данном случае вы для своих нужд, как физическое лицо, совершили незаконную руку. В преддверии новогодних праздников сотрудники главного управления лесами и районных лесничеств выходят в массовые рейды. С 1 декабря введен особый режим работы. За месяц защитникам лесов необходимо совершить более тысячи вылазок. Пока что завершена лишь пятая часть. Помимо мобильных групп работает 26 стационарных постов. Результаты уже есть. Удалось изъять у браконьеров 270 новогодних елей. Некоторых нарушителей поймали сразу с крупной партией хвойных. С самой большой партией, которые ехали, мы остановили в лесу на выезде на дорогу. Были поддельные документы. Документы были из Башкирии у данных нарушителей. И документы были на 100 новогодних елей. Бросилось в глаза то, что объем не соответствует тому, что перевозят. Все материалы передают следователям. Нарушителям грозят уголовные дела и штрафы. Браконьерам с поддельными документами, помимо прочего, придется выплатить штраф более 1 миллиона рублей на восстановление загобленных лесопосадок. Ловят нарушителей не только в лесу, но и на трассах. К рейдам подключили экипажи ГИБДД. Останавливают все машины, груженные деревьями, и проверяют их. Вы лично перевозчик, да? Хорошо. По количеству совпадает. Впрочем, и сами лесники сейчас занимаются вырубкой и заготовкой елей к праздникам. Вот только делают они это не хаотично, а по отработанной схеме. В рамках санитарной вырубки удаляют хвойные, которые мешают нормально расти другим деревьям. Таким образом, южноуральцы могут купить главный новогодний атрибут недорого и сохранить леса здоровыми. Как морковку мы приезжаем же, то же самое здесь, чтобы она росла в ширину и улучшила свои качества. В первую очередь мы стараемся снабдить садики, школы, детские учреждения, детские дома, администрацию. Лесники призывают южноуральцев не заниматься дикой вырубкой, а в случае надобности покупать новогодние деревья в районных лесничествах. Цена не превышает 150 рублей. А если покупать оптом, то за одно дерево можно заплатить всего 50. Елочные браконьеры уже открыли сезон. Перед прошлым Новым годом специалисты управления лесами зафиксировали 7 случаев незаконной рубки хвойных. Тогда на продажу пытались отправить 180 деревьев. Черным лесорубам выписали штраф. Какое наказание ждет нарушителей, расскажу прямо сейчас. Итак, наказание за незаконно срубленную елку зависит от того, кто совершил преступление. Частному лицу придется заплатить от 3 до 4 тысяч рублей. И должностному до 40 тысяч. Для организации штраф составляет 300 тысяч рублей. Но наказание может быть и жестче. Если срубленное дерево оценят выше 5 тысяч рублей, то нарушителю грозит не штраф, а уголовная ответственность. А за это либо лишение свободы от 2 до 6 лет, либо штраф в полмиллиона. А также нарушителя могут отправить на обязательные работы. Трудиться придется 20 суток подряд, если считать без перерывов и выходных. И к другим темам. В Челябинской области может появиться реестр частных домов престарелых. В него попадут те учреждения, в которых есть 5-разовое питание, круглосуточная медпомощь и прогулки на свежем воздухе для пожилых. Пример подобного пансионата уже есть. Сегодня его проинспектировала Ирина Гехт. Как живут в нем пенсионеры, чем занимаются в свободное время и о чем попросили первого заместителя губернатора, Владислав Чухров расскажет. А еще читает Библию, художественную литературу, играет в шашки, а по выходным иногда и танцует. Один из самых активных пенсионеров пансионата «Радуга» Владимир Иванович Хавень в январе отпразднует 80-летие. До 70-ти он преподавал в Каслинском колледже для сварщиков, потом ушел на пенсию, а летом этого года переехал жить в пансионат. И теперь планирует разбить здесь сад. Чтобы здесь посадить сад, чтобы все больные, кривые, храные, безволосые в сад походили весной, когда цветет яблони, груши и так далее. Первый зам губернатора Ирина Гехт во время инспекции учреждения обещает решить вопрос садом. Но берет ответное обещание с пенсионера. Смешите, да? То есть, а вы мне пообещаете, что мы дождемся, как первых яблок с вами? Конечно! Кроме сада в этом пансионате пенсионеры больше ни в чем не нуждаются. Пятиразовое питание, медперсонал, круглосуточное наблюдение за здоровьем. Во всех комнатах телевизоры, в холле полки с книгами. А вокруг свежий воздух. Пансионат находится за пределами города в Сосновском районе. И проблема здесь только одна. Проблемы, когда уходят, когда пригвозят нам нижачего, и он переходит в статус ходячего, это приятно. А когда человек, прожив два года, больше умирает, это уже тяжело. Вот это наши проблемы. Пансионат «Радуга» частный, но легализованный. То есть, находится в реестре поставщиков социальных услуг. Есть в учреждении лицензия и на медицинскую деятельность. Всего здесь проживает 50 постояльцев. Но, к сожалению, это единственный частный лицензированный пансионат в регионе. Он получает субсидии на каждого пенсионера по 14 тысяч рублей в месяц. И ведет работу открыто и без нарушений. На самом деле, сегодня можно работать и в частной форме собственности, если добросовестно работать и открыто работать. То есть, и сегодня вот такое домашнее учреждение, да, где люди, на самом деле, обласканы, где они хорошо наформлены, где они под медицинским наблюдением. И, главное, они чувствуют здесь себя абсолютно комфортно. Сюда, кстати, перевели некоторых постояльцев из пансионата «Золотая осень». Напомню, его закрыли меньше месяца назад. Там пенсионеров не кормили мясом и фруктами, запирали в комнатах и не выпускали на улицу. И чтобы впредь пенсионеры не попадали в пансионаты строгого режима, в Министерстве соцотношений призывают южноуральцев обращать внимание на реестр таких учреждений. И в первую очередь консультироваться с соцработниками. Владислав Чухров, Евгений Молчанов, ОТВ. Южноуральцам помогут найти родных без вести пропавших во времена Великой Отечественной войны. В рамках всероссийского проекта «Судьба солдата» в Троицке открылась общественная приемная. Там жители могут подать заявку на поиск пропавших родственников. Ольга Изгагина вместе с сыном Даниилом ищут троих дедов и прадедов. У семьи нет никакой информации о родственниках, которые мужественно сражались в Великой Отечественной войне. Поэтому Ольга и решила принять участие в акции «Судьба солдата». Мы не знаем, где он захоронен, мы знаем, что он умер, в каком году. Нашли сами уже через интернет какую-то информацию другого. Буквально недавно нашли, что он был надражден за боевые услуги. Но мы не знаем даже здесь, в Троицке, где он похоронен. Хотя я знаю, что он вернулся с войны. Акцию по поиску пропавших проводит Троицкий поисковый отряд «Искра». За все время работы туда поступило 18 заявок от родных военных. Информацию о восьми пропавших уже удалось найти. Тут кому, как так скажем, повезет. Мы можем найти родственника сразу, а может и годами затянуть сюда. Если вдруг у нас что-то не получается, потому что мы новички в этой работе, мы обращаемся к поисковикам, которые имеют уже большой стаж. То есть выходим на региональное отделение или выходим в город Москва. В акции «Судьба солдата» может принять участие любой желающий, как очно, так и через интернет на сайте rfpoisk.ru. Через минуту, сразу после рекламы, смотрите в нашем выпуске. Российским спортсменам запрещено участие в летних олимпийских играх в Токио под национальным триколором. Готовятся ли южноуральцы на главные старты четырехлетия? И каково это выступать под нейтральным флагом? Эксклюзивно для нашего телеканала расскажут участники зимних игр в Пхенчхане. Костюм единорога и другой товар похитили свердловчане, когда приехали в Челябинск. Что им за это грозит, расскажу я, Елизавета Болдрева, в рубрике «Происшествия» на ОТВ. Решился и подал заявку на ипотеку. Моя семья достойна лучшего. Да-да-да! Как же здорово иметь собственное жилье! Ипотека легче, чем кажется. Акция продлена до 31 января 2020 года. Ипотека по сниженным ставкам и без страховок. Реклама Пао Челинбанк. Пациента в 9 больнице идентифицируют по специальным браслетам. Устройства показывают историю болезни и какие лекарства прописаны больному. Технологии внедрили после капитального ремонта медучреждения. Здесь написано фамилия, имя, отчество малыша, код его рождения, номер карты, отделение. В больнице полностью отказались от бумажных медицинских карт. Теперь на обходы врачи берут с собой современные девайсы. Вся история болезни находится в планшете. И можно будет в истории болезни, чтобы не потом не сидеть. Здесь полностью фамилия всех пациентов? Абсолютно всех. И все истории болезни, все, кто здесь будет лежать. Также в больнице теперь работают универсальные медсестры. Они ведут лечение каждого ребенка от начала и до конца. Возле каждой палаты находится небольшая информационная табличка. Такое, можно сказать, ноу-хау, чтобы родители знали своего доктора и ту медицинскую сестру, которая закреплена за конкретным ребенком. Масштабные изменения в детском отделении инспектирует мэр Наталья Котова. Из городского бюджета на ремонт направили почти 5 миллионов рублей. Также закупили мебель и оборудование. Мы сейчас можем оказывать помощь нашим детям на более качественном уровне. То есть и помощь будет более доступной. Раньше были жалобы, вы, наверное, помните, да? Бывали журналисты, другие люди, которые полежат в этом отделении. Потом это все выкладывается в интернет о том, какое плохое у нас отделение. Нам всегда хотелось сделать это отделение лучше. В планах начать ремонт в педиатрическом отделении на втором этаже и обновить реанимацию. Опасная изобретательность в областной больнице пришили отпиленный палец 25-летнему жителю Аргояжского района. Молодой человек, пожелавший остаться неизвестным, получил бытовую травму из-за того, что решил собрать новый инструмент, скрестить циркулярную пилу и болгарку. Дело в том, что диск от циркулярки, наткнувшись на препятствие, слетает скрепление, рассекая все, что встречает на своем пути. Так и случилось с рукой Аргояжского левши. Вечером молодого человека доставили в Челябинскую областную больницу, где ночью южноуральские пластические хирурги под микроскопом восстановили кость. Казалось бы, палец-то небольшая структура, но там надо сшить две артерии, две вены, два сухожилия, восстановить кость, кожаную пластику и еще восстановить нерв, для того, чтобы была иннервация. То есть в среднем всегда на реплантацию одного пальца уходит от 4 до 5 часов. Сейчас пациент уже может шевелить пальцем. Врачи заверяют, что молодой человек сможет вернуться на работу. Добавлю, что по словам главного пластического хирурга региона Александра Пухова, обычно пик поступлений пациентов с ампутациями мелких конечностей приходится на весну, когда начинается сезон дачных и домашних ремонтов. А попытки собрать циркулярку и болгарку в один механизм в 100% случаев заканчиваются трагично. Ампутациями пальцев, ног, рук, потерей глаз и даже повреждениями грудной клетки. Будьте осторожны и не экспериментируйте с опасным инструментом. Бизнесмены станцуют мазурку и кадриль. В Челябинске состоится бал для предпринимателей. Его посетит известный миллионер Владимир Миронович. Он сыграет главную роль в спектакле. Постановка будет посвящена эгоизму. Будет несколько новелл о том, как можно укротить свое эго, направить в нужное русло и с помощью таких качеств развивать свой бизнес. Также на балу предпринимателей ждет несколько спикеров. Один из них акционер одного из самых популярных мобильных приложений по вызову такси Роман Масленников. Бизнесмен в неформальной беседе расскажет о том, как сделать свое дело популярным. Участие в деловой встрече бесплатное. Предприниматели уже готовят фраки и вечерние платья. Я готовлю деловой костюм, но не исключаю, что все-таки и будет фрак. На мой взгляд, бал позволяет создавать доверительные отношения. Именно возникает вот этот резонанс, который определяет дальнейшую работу взаимодействия между предпринимателями. Также на деловой встрече будут подведены итоги реалити-шоу «Просто бизнес», где в течение двух месяцев 12 предпринимателей строили дело с нуля. Победитель проекта получит несколько миллионов рублей на развитие бизнеса. Бал для предпринимателей пройдет 16 декабря в Центре международной торговли по предварительной регистрации на сайте businessball.rf. Работа территории бизнеса осуществляется в рамках нацпроекта по предпринимательству. Челябинцы смогут отдохнуть в настоящей юрте. Ее установили в историческом музее. А также туда доставили уникальные украшения 18 века – башкирский нагрудник и женский головной убор. Кто носил древние аксессуары, Денис Киселев знает. Это нагрудное украшение вместе с нацпинником является гордостью нашей коллекции. Называется он «Явайнхалек». У него есть нагрудная часть и есть нацпинник. Крепляются они вот такими красивыми перемычками. Видим, здесь есть коралловая сетка, оканчивающаяся бахромой с монетками. Такому аксессуару позавидует любая модница. Украшению почти 200 лет. Его привез в Челябинск в Национальный музей Республики Башкортостан. Такой нагрудник зауральские башкирки носили по праздникам. А передавалось украшение по наследству. И если одна из монет отпадала, то ее могли заменить другой семейной реликвией. Например, медалью за храбрость. Другой экспонат – женский головной убор «Тастар». Датируется началом 19-го столетия. Украшен он двусторонней вышивкой глази. Также есть он с бахромаком, с бисером белым. «Тастар» у нас интересен тем, что в республике он является единственным. У него родная средняя часть. В Челябинск из Уфы привезли 44 экспоната. Преимущественные элементы одежды зауральских башкир. Для Национального музея Республики Башкортостан приглашение стало честью. Год назад наши коллеги обратились к нам с приглашением принять участие в данной выставке. И мы откликнулись, сочтя интересом данный проект. Так как у нас есть коллекция по зауральским восточно-курганским башкирам. У нас все экспонаты требовали бережного отношения. Но оба музея предприняли все возможное, чтобы экспонаты полной безопасности совершили данное путешествие. А этот экспонат будет доступен всем гостям исторического музея. Эта юрта изготовлена башкирским мастером. Скоро здесь появятся предметы быта башкир. Например, на сундуках будут лежать одеяла и подушки. Изготовлена юрта в Башкортостане. А каркас выполнен из ильмы, хорошо гнущегося дерева, липы и войлочных покрышек. В женской половине юрты к открытию появится посуда. А мужскую часть украсят предметы быта кочевников. Выставка уникальна тем, что в ней принимают участие 20 музеев. Это муниципальные музеи нашей области. Это школьные музеи Аргаяшского и Кунашакского района. И принимают участие наши уважаемые коллеги из Национального музея Республики Башкортостан. Выставка «Зауральский башкир и история и традиционная культура» откроется 12 декабря и проработает до апреля. Денис Киселев, Надежда Голойна, ОТВ. Новогоднее чудо. Жительница Сургута нашла потерявшуюся собаку в Челябинске. Полгода назад женщине сообщили, что ее любимицу сбили на южноуральской трассе, и она мертва. Но хозяйка не поверила словам родственников и продолжила поиски. Оказалось, что овчарку нашли южноуральские волонтеры на трассе М5 неподалеку от Кослей. Покалеченная собака не могла шевелить лапами и даже лаять. Выяснилось, что у животного вывихнуты позвонки и сломана трахея. По словам ветеринара, произошло это скорее всего из-за того, что на собаке был ошейник и поводок намотало на колесо автомобиля. Собаку назвали Вишней и начали долгий путь реабилитации. Ее учили заново стоять и ходить, и главное – доверять людям. В минувшие выходные случилось то, что иначе как чудом волонтеры назвать не могут. Один из организаторов приюта наткнулся в социальной сети на пост женщины из Сургута о поиске собаки. Фото и описание не оставило сомнений. Вишня никто иная, как пропавшая Боня. Волонтеры связались с автором и выяснилось, что собаку перевозили из Сургута в Краснодар, в частный дом. Но по пути она сбежала. Некоторое время родственники говорили хозяйке, что с собакой все хорошо, но после правда открылась. Сейчас волонтеры решили вернуть Вишню Боню в Сургут, где ее уже ждет хозяйка. Южноуральские технологии помогли мировой и киномузыкальной индустрии. Магнитогорские роботы снялись в американском клипе. Один из солистов и основателей рок-группы Линкен Парк Майк Шинода презентовал новый клип «Файн». Эта песня стала саундтреком к российскому фильму «Аванпост», премьера которого состоялась 21 ноября. Кинолента повествует о нападении на Землю инопланетян. В съемках фильма и клипа приняли участие роботы, спроектированные в Магнитогорске на предприятии «Андроидная техника». На кадрах можно заметить и экзоскелеты. Они также являются серийной продукцией южноуральской компании. За неделю ролик в интернете посмотрело более миллиона человек. Напомню, магнитогорские разработчики прославились на весь мир благодаря роботу Федору. Он первый железный космонавт в истории. И на этом все. Если у вас есть интересное видео, звоните по номеру горячей линии или пишите в вайбере в WhatsApp. Номера на экране сейчас. Короткая реклама сразу после Ульяна Любимова с новостями спорта. А мы встретимся на УТВ в 21.30. Если у вас имеются долги по кредитам, но нет возможности их оплачивать, мы поможем вам пройти процедуру банкротства и освободить себя от всех финансовых проблем. 277-88-46. Консультация бесплатна. Основы жизненных ценностей для вас и ваших детей. Агентство недвижимости «Квартирный ответ». Офисный центр «Полет». Улица Сони Кривой, 83. Когда город засыпает, просыпается криминальная полиция. Вы меня совсем за идиотку держите? А я-то вы помните? Вроде такой приличный человек. А где же настоящая полиция? Ох, мяу. А настоящая полиция никогда не дремлет. Да вы что? И продолжает борьбу с преступным миром. Вы меня все равно, быстро! Стоять, полиция! Криминальная полиция. Смотрите сегодня в 22.30 на ОТВ. Здравствуйте, это новости спорта. С вами Ульяна Любимова. Российским спортсменам запрещено участие в летних Олимпийских играх в Токио под национальным триколором. Такое решение вновь принято Всемирным антидопинговым агентством. Готовятся ли южноуральцы на главные старты четырехлетия? И каково это выступать под нейтральным флагом, расскажут участники зимних игр в Пхенчхане. Специально для нашего телеканала. Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от международных спортивных соревнований сроком на 4 года. В том числе от участия в летней Олимпиаде в Токио. На игры в столицу Японии смогут поехать только чистые спортсмены. И выступать они обязаны не под национальным флагом, а под нейтральным знаменем. Сборную России по боксу такой вариант не устраивает. Об этом прямо заявляет генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. В сборной России по боксу без гимна и флага не едет. Это не моя позиция, это позиция наших ребят. Как ребята посчитают, такое и будет решение. Моя задача поддержать их. Вся национальная сборная, которая готовилась к Олимпиаде, они все едины. Мы не поедем без гимна и флага. Магнитогорец Василий Мизинов первым из российских легкоатлетов и южноуральских спортсменов выполнил олимпийский норматив еще в апреле этого года, показав лучший результат на дистанции 20 километров в Чехии. Один час, 20 минут и 14 секунд. И по словам его наставника Елены Сайко, заслужил свое право на участие в главном старте своей спортивной жизни. Я считаю, что спортсмены должны ехать в любом случае на Олимпиаду в любом статусе, потому что люди тренировались, люди жили под кровь, готовились к соревнованиям. Своим спортсменам я все время говорю, что вы должны быть готовы стартовать до последнего дня. Вам могут за день до старта сказать, что вас допускают, и вы должны ехать и быть готовы выступать на высшем уровне. На участие в летней Олимпиаде 2020, кроме мастера спортивной ходьбы Василия Мизинова и тхеквандистке Татьяны Кудашовой претендует еще 15 южноуральцев. Они выступят в водном поле, дзюдо, боксе, велоспорте, карате и стрельбе. У нас 17 спортсменов являются кандидатами на участие в Олимпийских играх в Токио. Кто из них поедет туда, под каким статусом, то есть под нейтральным флагом, это понятно, потому что вообще пока непонятно. Напомню, что в прошлом году на зимних играх в Пхенчхане российские олимпийцы уже выступали в нейтральном статусе. Среди них и южноуралец Егор Коротков. Его журналисты застали во время тренировки на горнолыжном склоне в Миасе. Всегда хотелось бы выступать под флагом своей страны, но если приходится выступать под нейтральным флагом, то мы будем выступать под нейтральным, потому что все прекрасно знают, с какой мы страны. Если им покажем достойный результат, то весь мир будет знать, то, что спортсмены из России, они просто олимпийские спортсмены. Теперь Россия может обжаловать решение антидопингового агентства в спортивном арбитражном суде в течение 21 дня, то есть до конца декабря. Трактор уступил в очередном матче Сибири, начав домашнюю серию с поражения. После победной игры в Магнитогорске место в воротах вновь занял Иван Федотов. И в поединке с сибиряками в них влетели две шайбы. Во втором и третьем периодах. Черно-белые смогли сократить отставание только за полминуты до окончания основного времени. Единственный гол в большинстве забил Ник Беллин. 2-1 в пользу хоккеистов из Новосибирской области, которые взяли реванш за сентябрьское домашнее поражение с таким же счетом, но в овертайме. Где-то надо было более агрессивно, более зло, скажем так, работать на пятаке соперника. Тогда, может быть, удача бы на нашей стороне была, и сумели бы забить какие-то голы. В принципе, игру достаточно было возможностей для того, чтобы выиграть матч. Следующую встречу на своей арене трактор проведет 19 декабря с Хабаровским Амуром. Наша команда по-прежнему остается на последнем месте турнирной таблицы Восточной конференции. Волейболисты Челябинского «Динамо» продолжают лидировать в чемпионате Высшей Лиги А. Спортсмены одерживают 4 победы в выездном туре в Магнитогорске. Подопечные Алексея Рудакова переиграли соперников из Казани и Белгорода. Валерий Киченко продолжит тему. В третьем туре чемпионата России по волейболу среди мужских команд Высшей Лиги А принимали участие 4 клуба. Челябинская «Динамо», местная магнитка-университет, а также Академия Казань и Технолог Белогорьи. «Динамовцы» дважды одержали победу над соперниками.